а что общий чуть чуть темнее надо здравствуйте все собрались всего сезон закончился наконец 33 героини это было долго сложно и очень достаточно напряженно течение всего этого времени поэтому предлагаю подвести черту обсудить каждую каждого и даже ягудина бараника и маш там есть что рассказать нам есть что показать блин просто у нас развлекательный шоу получилось слишком серьезно самом деле очень мало было юморка мне просто нравится смотреть на твою реакцию когда все идет не по плану а вы помните первый день съемок нет вы помните первый день съемок я помню помните первый день съемок я нет ребята вы помните первый день съемок я помню у нас точно есть бэкстэйдж давайте посмотрим у нас есть бэкстэйдж и такой уход в костер мы собираемся такие выставляем локацию нигде вроде даже не тормозил тут никита говорит ребята подождите сейчас ягудину нужно подстричься у нас новый сезон большой красивый много героинь лёша приезжает с прической с 2003 года вот как он олимпиаду выиграл с этой прическе алексей ягудин как он и не менял я начал его подкалывать короче он повелся я вызвал барбера и он его постриг ну он стал выглядеть таким да более стильным наверное а потом просто здание выключили свет спасибо большое ну все перерыв обеденный полчаса поспим вышли на улицу и никита такой говорит а давайте лёша в велосипеде въезжать будет взяли самый красивый женский похожий на мужской велосипед ну а дальше вы все видели сами у меня есть такое ощущение что просто у лёша не было детства потому что он постоянно был на тренировках и он отыгрывается в свои 30 с большим хвостиком уже 40 и муж не ровно 40 короче в свои 40 лет мне кажется она гоняет то что он упустил детстве приехали посмотрели в планшет и потом лёша такой уехал ну да он поехал говорить героиням что они попали в проект мы должны понимать что у нас 33 героини 33 женщины и мы не могли просто сказать ему что они в проекте мы должны были чтобы именно лёша ягудин подарил им цветы сказал ты в проекте когда они действительно увидели лёшу они такие блин реально лёша типа надо что-то делать и все будут на это смотреть ну надо пахать получается я готова идти на все чтобы измениться будем работать вперед я как-то очень спокойно отношусь к цветам я помню в этой сцене когда мы снимали лёшу одной из героинь лёша пришел в платье мне говорят где озвучивая лёшу я такой подхожу и платье моей девушки в платье моей девушки он пришел я больше не могу смотреть в эту сторону а потом на синхроне платье в натуре да серьезно в платье в натуре да ты серьезно олимпийский чемпион в центре минска в платье девушки максима прекрасно так могло нам прилететь за эту сцену ну вот вообще очень сильно давайте по сценарию пойдем хорошо один тоже был сценарий это так должно было быть я кстати джинсовка до сих пор воняет а свитер так и нет стирался поэтому сегодня в нем дальше мы поехали снимать визитки и первая героиня которой вы поехали это было свет отрика но мне стало неприятно мне обидно что-то стало кадр кадр съемочная команда и самовар посередине поели классно уехали в два часа ночи на эвакуаторе вот так съездили а не кормите меня совсем только на гербалайфе только на нем смотрим про гербалайфе меня зовут сергей я буду твоим персональным консультантом по питанию и ближайшие три месяца и мы будем с тобой плотно работать над твоим весом и над своим питанием и вот она в таком ожидании да давай да начнем да как-то ой макс а ты помнишь что-то на ты нити замерился нам сейчас необходимо измерить тебя на специальном приборе чтобы посмотреть процент жира воды мышечной массы и плюс еще один важный показатель это биологический возраст и музыка такая нагнетает твой биологический возраст 48 лет хорошо что никто из зрителей не знаю сколько тебе на самом деле я буткевич максим александрович 97 года рождения мне 23 года что в этом такого они-то замерила на 48 биологический возраст говорит о том что внутри уже не все в порядке консультанты реально каждый раз обращали внимание на наш внешний вид а мне предложили участвовать в марафоне стройки я буду с тобой рядом я тебе помогу не переживай пожалуйста все корректируется все исправляется и мы над этим будем работать на каждой съемке гербалайфа у нас всегда были батончики и мы их могли есть батончики но ты новый батончик они очень вкусные в новом сезоне мы добавили сцену с уничтожением гардероба вероника что ты с собой принесла я с собой принесла свои вещи стоит героиня которая держит кофточку маша вот такие ножницы они пытаются порезать героиня плачет все плачут я даже не представляю как мне резать не буду ничего резать нет 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 не надо были серьезные моменты когда машу реально задевали история героинь и она очень сильно реагировала на них и после того как мы останавливали съемки она уходила и разговаривала с ними ты должна по-другому к себе начать относиться да без эта проблема внутри самая глобальная проблема ты понимаешь о чем я говорю наша прошла очень похожий путь сама для того чтобы стать ведущей и принципе лицом проекта идеально сейчас тебе легко говорить 7 лет назад 24 личных килограмма плохая кожа непонятно что с питанием я считала себя деревом и считала себя просто нулем я реально ее понимаю я смотрела 21 света жизнь думала ну нормальный трикотажный свитерок и так пойдет как бы легенды налезли отлично еще как бы не все потеряно и шла и вообще не задумалась о том какое впечатление произвожу я смотрела на девочек которые были полнее меня одевались на много лучше думала но ты им дано а мне просто не дано ну вот но не дано и все и главное типа там поярче макияж делать чтобы ответь внимание того что как бы ниже так что ко всему можно прийти абсолютно ко всему можно прийти маша очень крутой стилист мне очень нравится как она одевается и маша самая большая боль моего монтажа это эскизы нарядов я не знаю чем она говорит это была хорошая задумка маша хотела сделать уникальную одежду уникальный внешний вид стиль лук для наших героинь меня в руках эскизного финального наряда это будет насыщенный яркий цвет очень легкое платье из смеси шелка шифона ты получишь то платье при условии что ты похудеешь на два размера первоначальных значений не это был реально крутой план мы к нему шли шли и шли и шли и не смогли прийти мы не успевали за ними они так быстро снижали вес что нам приходилось то что начинаешь решить перешивать ушивать поэтому от этой идеи к сожалению пришлось отказаться в эфире мы видели вот такую картинку а в реальной жизни она выглядела вот так нам пришлось это потом убирать на монтаже и объяснять героиням что все равно не будет шикарный наряд финальный и что ни в коем случае если мы уберем эту идею не все на красивой финале вот по любому как тебе стильненько непривычно да для меня непривычно но мне нравится вот уже второй сезон на испытание лёша у нас всего как правило там недели иногда меньше лёша плотный график просто сегодня он по новосибирске это еще в 9 утра уже где-то к обеду он москве и уже вечером у нас выдернуть лёшу на съемку в принципе хорошо что у нас получилось потому что это достаточно тяжело просто для работы нужны витамины и силы в этом сезоне придумали очень много испытаний для всех героинь в сумме было придумано 99 испытаний сегодня тебя ждет небольшое испытание это командный квест давайте попробуем поработать на телевидении тебе просто сегодня предстоит бой в очках виртуальной реальности я понимал куда я иду в тупик иногда было реально удивительно что героини так негативно мы реагируем на наше испытание о не и не я не понимала откуда столько агрессии но мы же вообще ничего такого не предложили это нет потому что очень тут очень часто у нас негатив был в отношении танцев живота ну покрутил окей что дальше я не понимаю как может вызывать позитивные эмоции то что вызывает только злость у меня даже сейчас не то что у меня слезы от злости потому что терпеть немного уже ситуацию этот день танцы это не мой вариант вообще ты сказала фразу я подожди сейчас я не нападаю просто хочу понять ну правда искренне хочу понять галерея красоты может не нападать вау не верю я уже мысли были в голове только на хрена я сюда приперла тебя сюда привели камон тебе дали эту возможность такая я не буду ты потратила три месяца на нас и ты хочешь потратить у меня нет эмоций от этого нету если бы все героини были согласны с тем что мы им предлагаем я думаю что это бы не имело смысла я чуть не задохнулась пока это сказал самое интересное что многое из того что мы придумали мы сами никогда в жизни не пробовали да и у нас была возможность это попробовать я проходила испытание вероники ковальчук это еще не я реально была уверена что это будет сделать легко когда я дошла до первой остановки я реально хотела плакать мне было так страшно просто жить изначально страшно наступить я реально прям поняла что это было офигеть какое сложное испытание ты вообще огромный молодец пару шагов осталось когда мы снимали сцену со прыжком со 15 метровой высоты я сам туда залез и спрыгнул на самом деле это не так страшно насколько боялась и переживала наша героиня чтобы ничего этот прыгнул с 15 метров там или с 30 ты там канатный городок мне только на йоге полежать дали на этом вот вот это вот гамаке и все реально звукорей они почему-то все время страдают блин столько офигенных вещей просто героини попеределали я блин просто я на них смотрю дайте мне пожалуйста на любой съемки пожалуйста самое что тебе больше всего хотелось бы попробовать ну то что за чем ты мне говорил сегодня чтоб я вспомнил что я тебе говорю я тебе сейчас напомню перед съемкой у нас было собрание где мы пробежались по темам которые мы будем обсуждать и оказалось что максим не пробовал ни одной из испытаний которые проходили девочки и мы посоветовали с командой подумали почему бы не сделать ему подарок да это серпиз для тебя ты что ему сертификат на что-то подарили блин нифига себе да ну нафиг мне серьезно я сначала подумал что вы просто распечатали типа бумажку для кадра там смотри там реально код там все написано все там типа блог блог настоящий сертификат я такой вау блин сертификат я постреляю из лука но он реально оттаял потому что во время съемки он такой ой вот это плохо и вот это плохо потом такой хорошо но это все это было не зря нашими испытаниями мы реально смогли достучаться до того что действительно их ломало ломает и то что я могу их ломать если они не попали наш проект галереи красоты наша с тобой задача это попасть в цель я поняла что я достигну своей цели у меня все получится я больше не хочу чтобы ко мне относились несправедливо чтобы об меня вытирали ноги чтобы все мои интересы ущемлялись я хочу жить так как я хочу и вот я безумно рада что попал сюда я мечтал об этом желаете вот я здесь я меняюсь я очень благодарна что я меняюсь благодаря вам и вот эта сказка которую мне подарили это наверное самое лучшее что случилось только со мной считаю что проделали крутую работу и это все не зря и ребята действительно молодцы кто придумывал испытания то есть вы вдвоем и героини молодцы что не справились действительно мы получили с каждой из них результат все будет хорошо у тебя будет прекрасная улыбка ведь обещаю пойдем 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 сейчас я могу улыбаться разговаривать я счастлива галерея красоты может выполнять мечты это точно почти весь процесс похудения все равно связан с правильным питанием помимо того что его их внутри шин это вкусный реально помогает людям похудеть не достичь своих целей благодаря этому продукту можно приготовить очень много интересных кулинарных тебя сейчас научат готовить борщ мятный коктейль мороженое ягодный йогурт правильная пицца вот без муки а еще у нас в этом сезоне появился шеф-повар от него осыпется все наши герои все абсолютно видно что человек живет своей профессии это ему дано от бога интересный такой скажем с изюминкой меня очень сильно удивила его борода это блин офигенно вот это вот серебряная штучечка это топчик мы похитили его в эстонии привезли сюда он полюбил и нашу кухню и наш народ и рецепты от гербалайф нутришн даже не хватает хлебушка с сальцем я помню что каждый раз когда начиналась сцена готовки все хотели туда попасть потому что можно было пакет бесплатно это подал почему-то всегда я он попадал на еду супа 3 он попадал он попадал он пропадал давай подержи меня ну все пойду готовить тыквенный коктейль чтобы угостить своих домашних в очередь дети фантастика знаете это такая интрига вот когда дима готовит это такая интрига я не знаю как объяснить то есть ты реально стоишь за кадром ты ждешь пока приготовиться это блюдо и это так хочется попробовать можно еще кто-нибудь хочет а пойду я помню что дима на нас очень сильно злился из-за того что ему приходилось и готовить и сниматься я понимаю за кексы это понял терзаки кексом есть для кекса хорошо кексов не увидишься они вообще никакие и завтра не увидишь посмотри на них садисты тише девочки не трепите мужчине нервы он потом становится плохим поваром молодец супер ты хоть меня поддержала хотя после того когда заканчивали съемки он такой я не медийный мне это не надо ой а сколько мне в инстаграм добавилось а это между прочим взрослый бородатый 50-летний мужик я свободен я честный хрон до свидания мой ласковый мишка будь собой да 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 все давайте выговорить я уже не помню больше всего мы конечно ждали финал скоро финал становится жутко страшно что будет надеюсь что финал будет незабываемый и интересно и в то же время страшно какой образ подберут нужно рассказать вообще про тайну вспомните они себя не видели мы их красили вслепую мы делали им стрижки вслепую мейкап все вслепую телефоны забрали телефоны забрали да а у самых талантливых которых имели два телефона мы второй забрали девочки пишем последнее сообщение родственникам и забираем имя телефон сейчас да сейчас детский сад это не детский сад это одно условие у вас есть вероятные гарантии того что вы не должны видеть себя первый раз должны увидеть на съемочной площадке когда перед вами откроется зеркало для меня было самое сложное когда я увидел одну из героинь с челкой в руках бегущую по коридору это же моя челка была она даже себя не видела в зеркало но с челкой она уже бежала в руках и мы ее успокаивали ну было прикольно мы проделали огромную работу мы их изменили полностью до неузнаваемости и они видят себя в зеркало когда мы сорвали вот эту вот ткань и вот эта их истерика помните эти слезы и мы все в соплях вау а о боже а 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 и а а Скучать никто не будет. Однозначно, скучать никто не будет. Погнали! До новых встреч! Давайте, каждую программу в этом сезоне мы заканчивали нашим фирменным треком, который не просто трек, это гимн, который звучал и на радиостанциях, и в каждой программе, и в сердцах каждой из наших героинь. И за все это мы обязаны нашему Максу. Макс, твой звездный час. Давай. Давайте, что ли, поддержите меня хоть? Чуть-чуть, если только. Открой себя заново. Если не ты, то никто другой. Открой себя заново и просто будь собой. Проблемы можно вмиг решить. Просто научись ты и себя любить. Каждый новый день это новый шанс. Ты же чувствуешь резонанс. Все мои проблемы можно вмиг решить. Нужно научиться мне себя любить. Будь собой. Будь собой. Будь собой. Просто будь собой. Ты, ты, а никто другой. Будь собой.